Сверх без человека Сверх до осознания вне мышления После реальности в отсутствии иллюзии ясности и есть реалирование сверхноумана Иными зловами вещь в себе, сверхноуман, переходя в вещь вне себя, сверх, реалирует реальнее самой реальности Быть вне объекта и субъекта значит реалировать над всеми видами реальности Как единый волик власти при помощи ничто к власти и пустоты господства у всех абсолютных свобод сразу Аннигиляция субъекта и объекта это непрестанный процесс, он повторяется постоянно Все вещи гибнут, все формы разрушаются Одно переходит в другое Это происходит на огромной скорости Человек не улавливает Он видит только маленькие, небольшие смерти собственного вида, разрушение форм, которые его окружают Но дальше он ничего не видит Сверхноуман это возможность мыслить множественность о разрушении за пределами человека и его разума Вот это является основным, потому что сказать вот то протекает так, это, этак, это невозможно А обозначить смерти на границах сознания мы еще можем Сверхноуман устремлен к трансцендентному, соответственно и гибнет он очень странно Включая самые сложные загадки ума И мы это выявляем Если мы, это конечно мы Если я, это конечно я Соотношение и борьба сверхноумана и сверхчеловека Также уже не выражается через категории и не может быть понято Но мы двигаем его Мы могли бы произнести граур, каркару, руа, гругруар И более сложные формулы Но и они тоже не хватают уже Звук распадается Понятия бегут, сломя голову в ужасе Сам ужас парализуется Движение мысли, которое больше чем и сверхчеловек и сверхноуман В своей скорости Которое не может быть остановимо ничем Оно слишком здесь, чтобы быть там Внезапнее, чем здесь вдруг И навсегда Вот это остановка в виде человеческого мышления Мы же не мыслим Но мы являемся остановкой на пути к мышлению Сверхчеловек, его гибель Она и обуславливается этим Развивая себя, он прекрасно понимает, что он остановка Он разрушает это И здесь также гибель чего-то Оно не по отношению к прошлому, настоящему и будущему Оно прямо сейчас Мы рождаемся и умираем мгновенно в одной точке Это происходит развертывание времени Но сама гибель и рождение это одновременность всегда Поэтому нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего Нет ни субъекта, ни объекта Нельзя опереться ни на одну из категорий философий Это больше чем философия Которая всегда запаздывает И ее язык слишком тяжел Слишком тяжкие конструкты Понятие опережает понятие Термин убивает термин Происходит некая борьба Постоянная борьба Она мгновенно, быстро Быстра Мы лишь следуем за языком Но мы сами говорим на другом языке И мы должны опережать Не только невозможное Но и саму скорость Бога И саму быстроту дьявола Так выигрывает сверхчеловек Сверхчеловек, но еще сложнее Но он тоже это выигрывает В результате своей смерти Потому что смерть и рождение в одной точке Мне очень нравится Аллатур С его утверждением, что ученые Это те же самые дикари, варвары Мы все варвары Бенемин тоже говорил об этом Заявляя, что любой предмет искусства Есть артефакт варварства В той или иной степени Мы не мыслим, закричал бы тут Хайдегер Но дело не в этом Мы и не должны мыслить Мы должны вдруг внезапно ощутить Эту жизнь настолько глубоко Именно в мгновении Потому что нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего Ни субъекта, ни объекта Но есть некое мгновение Некий Х, который мы должны ощутить И мгновенно пересоздать себя Не будет никакой эволюции Потому что мы исчезаем в каждое мгновение И это мгновение равно рождению Товому рождению сознания, нового сознания Сверх, которое мы должны проявить Трансцендентное, оно должно только ускорять Жизненные процессы Самые простые жизненные процессы То есть трансцендентное должно служить муравью, пчеле Удивительным шмелям и бабочкам А не Богу или Абсолюту Но так оно и есть И поэтому мы поворачиваем это Мы обратно к земле поворачиваем это Даже если земля исчезает Это не значит, что мы не защищаем ее ценности В этом и есть вся суть То, что должно исчезнуть, то и защищать Мы защищаем даже и иллюзии Потому что они нежные и трепетные И их жалко, в конце концов Ниша говорил, что жалость погубила сверхчеловека Но сверхчеловек и не боялся погибнуть Мы не боимся жалости Мы не страшимся трепета Сверхноумен Это то, что уже выходит за грань сознания Это последняя граница перехода в неизвестно во что Некий, не то что предел Это некая трагичность остановки смерти Сверхноумен это не человек Это не форма, не обозначение Это прежде всего самые сложные виды сознания Переходы между не просто мыслями А самими скоростями Которые неопределимы И никогда не будут определимы Они могут истирать друг друга Но не поддаваться расшифровкам Здесь важно быть этим, а не осмысливать это То есть вещь себе отныне становится вещью вне себя После конца и или окончание всех реальностей Реалирует только сверх Поэтому мыслить значит опаздывать Сверхмыслить значит сверхопаздывать И не более того Сверх, переходя в сверх, не становится сверх Она становится неизвестно чем Она дает возможности невозможному Быть как можно удалее От всех возможностей Потому что они всегда ограничивают Какими-то хотениями Человеческих бестолковостей Да, все есть иллюзия Но умрешь именно ты Сверхноуману в отличие от сверхчеловека Он уже не мыслит категориями Он некая его быстрота Некая скорость Но эта скорость имеет остановку И его смерть Смерть сверхноумана Это нарушение законов остановки Препятствий Это не просто расширение границ А это исходно Язык не имеет языка И в то же время он уже не это Он неизвестно что И одновременно уже не это Он дальше Но тут же уже опережает Любую даль Все не просто пронизывает все Оно поддерживает Усиливает И нарушает законы любых войн Механичное уничтожение Останавливается Это основное действие Или знамение Которое свойственно сверхноуману То есть его деструкция Разрушение Которое он осуществляет Будучи не формой Не человеком Не сверхчеловеком Не богом Не дьяволом Она наполнена Возможностями жизни Новых форм свобод Которые уже обозначил сверхчеловек Сверхноуман Это продолжение сверхчеловека Но в то же время То что существует до него До всего До бога и дьявола И даже до разделения зла Но Будучи самой бессмертной формой Имея Различные наборы вечности Под рукой Образно говоря Он принимает Свою смерть Как некий ускоритель Как некая возможность Изменить Не просто мир А все абсолюты Разом Сразу все Взять Для еще большего Расширения жизни Вопреки всему Обычно Человек Мыслит так Погиб Сверхчеловек Наступила смерть Сверхноумана А что дальше Вот это А что дальше Вопрос в том Что нет ни будущего Ни прошлого Ни настоящего Это наше представление Работа ума Работа сознания История Это Просто Шлейф Грязный шлейф Который Необходимо убрать И когда Мы спрашиваем Таким образом Вы Я Не важно То Мы только подтверждаем Человеческое мышление И любой ответ Уже заранее обречен Этим человеческим мышлением Потому что оно человеческое Потому что это мышление Сверхчеловека нужно Для того чтобы Приподнять эту завесу И показать Не просто иллюзию Потому что я сказал Иллюзия это неплохо Потому что и реальности нет Есть реалирование Но эти процессы Невозможно Отследить Потому что они тут же Меняют Жизнь Сразу Здесь Мгновенно Внезапно И следующую И мгновенно И сразу следующую Следующую Вот это и есть Реалирование Как можно находиться В таком процессе Будучи формой Человека И в то же время Есть удержание Некая забота Трудно понимаемая Нечто Мыслить себя Как некая помощь И вот в этом Развертывании Возможно Жизнь Она происходит Параллельно Любому Самому сложному Уровню мышления Даже уничтожающему Все вселенные Оно Сохраняет это Параллельно Очень сложно В понимании Но заботу О мире И о каждом Существе Никто не отменяет Нужно постоянно Помнить Реалирование Сверх Всегда реальнее Любой Реальности Когда Мефистофель Заставляет задуматься Фауста О мгновении Того очень мало Дьявол не может Заставить глубоко Мыслить настолько Чтобы стать Этим мгновением Если мы остановили Время И в нем Зацикленно движемся Это не значит Что это мгновение Мгновение Это форма Пересоздания Я его называю Ареалированием То есть Это умение Мгновения Превращать в вечность За счет Мгновенных Изменений Из всех видов Реальности Сразу Когда происходит Реалирование А сверхновумен Это проявление Реалирования Изменений Во времени То есть Наличие Сверхновумена Здесь на земле Среди людей Это мгновенные Изменения Их форм Мутации И самые сложные Явления Которые только И может Предоставить жизнь Для Еще более Странных Превращений Своего сверх Проблема в том Что человек Он всегда Теряется Ему нужно все время Помыслить Что-то Он испытывает чувство Совести Все Все не глубоко То есть Все что мы знаем Все что окружает нас И все что создала философия Не работает Кроме Самих живых форм Которые Для человека Они закрыты Они закрыты совершенно Ну что Человек знает Дерево Муравья Вот это Видимость науки Действительно Латур прав Он говоря о том Что это те же самые Дикари Только они Наглые дикари Более наглые Потому что Они прикрываются Наукой К чему они ведут Любовь и космос Заканчивается смертью Потому что Это человеческое мышление Она основана На человеческом мышлении А человеческое мышление Это смерть всему Человеческая форма Она переходная форма Когда Ницше говорит Что человек Это мост По направлению К сверхчеловеку Также и сверхчеловек Это мост По направлению Допустим К сверхновому Но еще Неизвестно к чему Потому что Сверхновому Только термин Что под ним прячется Да ничего под ним Не прячется Прежде всего Ничто Ничто Это к власти Так вот По-Ницшански Скажем К власти Не как попытки Бить Доминировать А Поиску Тех форм Агрессии Которые Оживляют жизнь Во всех мирах Сразу Это Сложнее Чем Мистическое Постижение Самых Сложных Тайн Очень важно Понять Что Сверхновым Это уже Не форма Сверхчеловек Является Формой Телом Очень сложно Улавливаем Так же Даже Мутации Не могут Совсем Выразить Сверхчеловека Насколько Сложны Их Изменения А Сверхновым Это Изменяющиеся Постоянно Сознание Которое Даже На начальных Стадиях Не соответствует Человеку Человек В лучшем Случае Приближается Только До Сверхчеловека Сверхновым Сверхновым Исходно Являясь До Них Всех Сразу Находится В удивительной Борьбе Мышления Недоступного Для Любого Объяснения Шифры Следуют Один за Другим Настолько Быстро Что Код Уже Не имеет Своей силы Даже Если он Является Кодом Всех Разновидностей Космоса Сразу Ничто Всего Лишь Понятие Пустота Это же Не вакуум Ничто Это не Пустота Ничто Это не Отсутствие Ничто Это не Ничто Это я Но такое Мгновенное Которое Отсутствует Еще до Своего Отсутствия И в то же Время Нарушает Реалирует Любые Виды Реальности Любые Виды Порядка И Закона Трансцендентального Обрушивания Для жизни Против Всех Смертей Умираний И гибелей То есть Сами интеллигибели Хотят Гибели Сверхноумана Трансцендентное Счищает Все формы Познания Но Это уничтожение Оно Построено Как само У Ничто То есть В нем Уже сразу Присутствует Отсутствие Смерти В том виде В каком его Понимает Человек Уничто Уничтожение А значит Пустота Создает Новые Загадки Такого уровня Которые Уже Не подаются Ни одной Из расшифровок Даже Сверхчеловеческого Разума Вот эта форма Форма человека Она переходная И надо рассматривать Как переходную Переходная Зачастливая Готовая К самым Неистовым формам Свободы Всегда готовая Отменить Даже небо Во имя Более высокого И в то же время Сохранить землю Ничего не убирается Ничего Я не собираюсь Говорить о Трансцендентальном Единстве Перцепции Или что-то вроде Я же не Кант Вопрос не в этом Это все Терминология Какой бы сложной Запутанной Она ни была Она ни к чему Не ведет Простота Тоже Та же самая Ошибка Ловушка Вопрос Двигаться Не просто Между понятиями А бить с такой Глубиной Которая Несвойственна Ни человеку Ни сверхчеловеку Задачи у Сверхноумана Нет Потому что Он неизвестно что Даже ничто класть Вряд ли его выразит Повторяю еще раз Сами интеллигивели Жаждут смерти Сверхноумана Как самого Невозможного Икс-перехода Сверх Продолжение следует...